Пусть домой, плюс я дам, родной и порог. Музыкальный коллектив «Бутырка» – детище Олега Симонова, автора текстов песен группы и непосредственного создателя первого альбома, который и принес успех в 2001 году. Хиты «Бутырки» известны далеко за пределами России. Артисты с удовольствием гастролируют по городам ближнего и дальнего зарубежья. Посещение Бреста было давно запланировано. И, наконец, артисты в славном городе над Бугом. Замечательная, замечательная Беларусь, мы ее любим. Во-первых, она много дала настоящих артистов. Мулявина, потом отца с сыном Еременко. Это фильмы, можно сказать, моего детства. Я на этих фильмах вырос, на песнях. Ну и, конечно же, Беларусь сам по себе – люди добрые. Песни группы «Бутырка» знамениты своей жизненностью. Любят их одинаково и люди постарше, и молодежь. Этот успех новый солист группы Михаил Борисов объясняет искренностью строк. Всегда живым исполнением и постоянным контактом со зрителем. Если петь не с душой, это поклонники быстро вычислят. Если петь под фонограмму, они тоже это быстро вычислят. Это ненадолго. А если петь с душой, вот как Владимир Семенович Высоцкий, да, он не был там профессиональным певцом, с поставленным идеальным голосом. Хрипел с душой. Народ его любил. Его обожали. Его до сих пор. Вот я, например, это мой кумир Высоцкий. И главное петь с душой, выкладываться полностью у каждый концерт. И люди это чувствуют, они это любят. Русский шансон музыканты группы «Бутырка» собираются привезти в Беларусь и в следующем году. В отличие от турне 2014, во время которого артисты посетили 9 городов, гастроли по Синекой в 2015-м будут охватывать более широкий список населенных пунктов. Сейчас группа работает над новым альбомом, которым в следующем году с удовольствием порадует брестскую публику. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Бух-ТВ». Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Виктор Халявки «Бух-ТВ»